Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который позволит селянам беспрепятственно зарабатывать на тихой охоте. Сегодня для того, чтобы собрать грибы на продажу, необходимо арендовать участок в лесу. Сколько можно собирать дикоросов безвозмездно и когда придется платить, выясняла Зинаида Мельникова. Вообще, конечно, и бруснику собирать, и чернику, она с пластым ковром растет, а клюкву она растет на кочках или на равнине. У меня специальные совки есть, которые мы собираем. Иван Петрович с июля и до конца октября практически живет в лесу. Вместе с супругой собирает все, что дает природа – ягоды, грибы, травы. Летом чернику или клюкву на рынок не приносят. В период сбора дикоросов дорог каждый час. Все замораживают. И только когда ложится снег и в тайге брать нечего, торгуют на базаре. У меня будет студентка, она учится в Новосибирском университете по телесообщению, и она там учится, и мне надо ее содержать. А я сейчас уже два года на пенсию. Это прибавка к пенсии. Это прибавка к тому, чтобы выучить дочь. Сегодня болотнинские рынки ягодами и грибами небогаты. Но летом клубнику продают даже дети. Большинство школьников так зарабатывают себе на карманные расходы. Есть ребята, которые за неделю умудряются наторговать на телефон. Утром в поле собирают ягоды, в обед уже на базаре. И уж точно никто из них не арендует участок в лесу, как это положено по закону. Объемы законодательством не урегулированы. То есть статьей 11 лесного кодекса предусмотрена беспрепятственная заготовка гражданами дикоросов для собственных нужд без ограничения по объему. Единственное ограничение вступает в силу после того, как граждане начинают реализовывать этот продукт. По мере реализации это уже становится предпринимательской деятельностью. Соответственно, при предпринимательской деятельности должны заключаться договоры о аренде. В Болотнинском лесничестве ни одного договора на аренду участка в лесу нет. По закону заключают его на срок от 10 до 49 лет. Селяне говорят, год на год не приходится. Урожай в тайге не всегда. И платить аренду, когда каждая копейка на счету, невозможно. Выходит, Иван Петрович и другие продавцы дикоросов нарушают закон. Воруют ягоды и грибы. Сейчас в Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит селянам зарабатывать на тихой охоте без препятствия. И не боятся на базаре, что собранное ведро ягод изымут и оштрафуют. Зинаида Мельникова, Николай Сальников, Андрей Новоселов. Новости ОТС.